86% заключений по результатам наблюдения у региональных врачей вписываются в электронные карты. Нововведение помогло сократить очереди в регистратуре поликлиник. Об этом говорили на заседании президиума регионального правительства. Есть категория сотрудников, которые на сегодняшний день не хотят переходить по определенной причине, может быть, возраст и так далее. Поэтому мы считаем, что показатель 86% на текущий момент, это достаточно серьезный показатель. Экспертный совет технопарка отобрал новых резидентов. Шесть докладчиков накануне презентовали свои проекты. Один из них – инструменты для разведочного бурения. С помощью этого оборудования можно пробурить в старой скважине новую, малого диаметра для вторичной добычи нефти. Все элементы уже запатентованы. Заинтересовал экспертов и другой проект – строительство сооружений оболочкового типа. Пока подобных технологий в регионе нет. Главный детский хирург России Игорь Киргизов провел в Тюмени конференцию, в ходе которой помог местным врачам проапеллировать маленького пациента. Московский профессор выступал в руле наставника. Рассказал и о современных технологиях и возможностях оборудования. Эти возможности не всегда производитель может правильно донести до врача. И не всегда врачи могут разобраться правильно в работе этого оборудования. Поэтому, как правило, оборудование используется на 20% от его возможностей. Тюменская область к весеннему паводку готова. Утвержден план эвакуации больных из районов, подверженных наводнениям. Также способы доставки лекарств в больницы. По прогнозу, на этот год уровень воды в реках будет значительно выше нормы. Мы с вами наблюдали в осенний период пронизания грунта. То есть морозы настояли без снежного покрова. Соответственно, грунт промерз. В течение зимы мы с вами наблюдали значительное количество осадков, что тоже повлияет на ситуацию, связанную с половодием. По мотивам любимых книжек юные тюменцы сделали мультфильмы. Таким мастер-классом завершилась неделя детской юношеской книги. За семь дней у ребят состоялось 10 встреч с тюменскими литераторами и режиссерами. Вместе посмотрели фильмы из Золотого фонда кино. А лучших и активных читателей наградили.